Наступило в конце концов такое время, когда финансовые структуры обратились к нам. Да потому что невозможно жить без денег. Я сразу вспомнил ситуацию пятилетней давности. Тот самый счастливый 2007 год, когда я умудрился взять почти 5 миллионов кредитных денег. Потом наступил 2008. А теперь и хотелось бы взять, да никто не даст. Хотя есть люди, которые дают небольшие суммы, которые необходимы бизнесмену. Они большие, так чтобы перетянуться, так чтобы было попроще жить. И где такие места располагаются? Ну одно из них, это торговый центр Славянский. Здесь вы можете легко за 15 минут перехватиться суммой от 1000 до 5000 рублей. Самое забавное, что такой суммы как раз таки не хватает, чтобы купить что-то до зарплаты. И человек влазит в длинный кредит. Ну а набрав кредита в пачку, сразу кончаем любую бабкокачку. Ну а ведь реально-то человеку разумному не так-то много и надо. Плюс цены. Мы их снизили или хотя бы показали, где они минимальные. Мы вам показали места с товаром зарплатной доступности. И если чуть-чуть и не хватает, то на недельку-то можно и перехватиться. Я так понимаю, в это интересное время друзей-то уже и нету, да? Ну иногда бывают такие ситуации, что не все могут помочь, скажем так, даже так быстро и моментально, как в этом компании. Насколько это удобно? Вот так вот перехватиться, когда действительно просто не хватает чуть-чуть? Ну, во-первых, это быстрый расчет, быстрое оформление, скажем так, минимум проблем, ну и доступность. Я обратил внимание, что здесь, в принципе, вся информация понятна, да? То есть, где, кто, сколько, чего платит. Но в других банках, вот в большинстве, я чувствую, чувствую унижение такое у меня существует, когда меня начинают допрашивать. Здесь как? Здесь достаточно все просто, легко, все доступно, все понятно. Если что, девушки подсказывают, как бы ничего сложного нету, все, надо в договоре прописано, как бы, все очень понятно. А сроки? За сколько реально получить вот эти те самые нужные нам 5000 рублей, допустим? Ну, максимум 15 минут. И услуга эта востребована прежде всего теми, кто не хочет терять лица перед друзьями, если таковые и остались. Кто замордован вечными отказами банков, у кого есть желание сохранить чистую кредитную историю, для того, чтобы в оконцовки втянуться в ипотечное рабство. Кстати, про рабство. Ну, чтобы вам было понятно. Рабовладельческий строй – это не в России, это на Западе. И даже более того, в Штатах в кредитном рабстве сидит 90% населения, у которого доброе пиндосовское правительство, благодаря самому дорогому здравоохранению в мире, на старости все и забирает. И у детей в том числе. Ну, может быть, вам сейчас полегчало. К сожалению, банки нас заставили чувствовать себя дискомфортно. Они устроили финансовый кризис. Но рано или поздно наступает ситуация, когда необходимо перетянуться деньгами. Вы к кому обращаетесь? Так как я работаю здесь предпринимателем, в первую очередь... А предприниматель-то денежки считать умеет? Умеет, но когда это необходимо, то есть на покупку товара, там еще что-то, что выгоднее взять здесь. Тем более, как постоянный клиент, у меня сейчас особые условия здесь с меньшей ставкой. Предприниматели, частные предприниматели, ну я в том числе, они вот униженные, оскорбленные. Да, нас налогами давят, нам денег банки не дают, потому что кто же мы такие? Мы же не работники ММК, у нас степень риска высока. Здесь как? Здесь, ну, как бы абсолютно доверие. То есть спокойно приходите, берете деньги, закупаете товар? Возьмите минуту. Вас устраивает здесь условия? Устраивает более чем. Во-первых, это рядышком, чтобы не бегать по знакомым, опять же, да, когда вот форс-мажорные обстоятельства. Здесь всегда помогут. То есть обеспечат такое необходимое нам движение. Да, мы привыкли к высоким процентам по кредитам. Ну и что? Да, только сейчас стало понятно, что недвижимость с самой холодной стороны мира должна и стоить дороже, чем где-либо. Да, мы не банановый рай. Нас просто подстрелили на взлете в тот момент, когда мы почти доказали миру, что мы не медведи дремучие. Падение было болезненным, но жизнь-то не остановилась. И пора в очередной раз доказать, что русский долго запрягает, но затем быстро везет. У вас выдается та самая необходимая сумма. То есть вот, допустим, у меня кончились деньги. Такое бывает. У всех они кончаются. Мне надо срочно ехать в Челябинск и залиться бензином. Мне нужно 2000 рублей. Я звоню друзьям, денег нет ни у кого. К вам я могу обратиться? Конечно. В любом случае. То есть у нас есть определенные условия, в которые вы должны попадать. Во-первых, мы рассматриваем вашу заявочку очень быстро. Вы отставляете анкетку. Мы в течение получаса максимум говорим вам ответ. Выдадим вам деньги или нет. Проверяем вас. Там особые условия, конечно. Там служба безопасности проверяет вас. Я не знаю, как они этим занимаются. Но если вдруг служба безопасности дает вам добро, я в течение трех минут оформляю вас. Давайте вспомним 2008 год, когда банки нам устроили кошмар. Кино и немцы. То есть они слили всю информацию в бюро кредитных историй. И очень многие пострадали. Потому что, ну, как правило, много денег не давали никому. Человек ввел 5-7-8 кредитов. И платил их спокойно. И вот в один раз он не смог заплатить, потому что ему отказали в перекредитации. Вы можете дать деньги взаймы, если у человека, ну, допустим, есть кредитные истории, ну, пусть они еще не погашенные. Да, легко, абсолютно. У нас в основном структура работы основывается на доверии. Поэтому, я думаю, что без проблем можем выдать хорошему человеку. Не жалко дать денег. А плохих мы здесь не ждем? А плохих мы здесь не ждем, естественно. Мошенников, наркоманов, алкоголиков мы здесь не ждем. А помогают людям адекватным и ответственным в точках доступа к деньгам. В стройдворе и торговом центре «Словенский». И найти эти точки несложно. Я тут недавно общался с немцами, они приезжали. Точнее, с немцем. Когда он узнал, под какие проценты мы берем кредиты, у него были глаза вот такие. А я говорю, ну и что? Ты подумаешь? Мы спокойно брали деньги по 50% и отдавали их. А потом, правда, банки устроили нам небольшой освенцем. Решив, что это они. Главные люди во вселенной. И им решать, как нам жить. Ну что же. Прошло 4 года. После кризиса 98-го прошло тоже 4 года. И на 5-й год я каким-то образом вымутил себе однокомнатную квартиру. То есть, ну, если смотреть по спирали, то, в общем-то, почему бы и нет. Вопрос, где взять деньги. Теперь, в принципе, решен. Конечно, деньги небольшие. Ну и под не самые мелкие проценты вы взять можете. Где? Либо это торговый центр «Словенский», либо это стройдвор. Ну, если вам что-то не хватило. Вот, допустим, вчера мне брат звонил, говорит, Леха, дай мне 10 тысяч, мне срочно нужны колеса. Если бы я знал, я бы его сюда отправил бы. Он бы послезавтра им отдал деньги и там заплатил, ну, в общем, достаточно немного. И если в начале сюжета мы говорили про сумму от 1000 до 5000 рублей, то теперь скажем, что для тех, кто постоянно дружит с вот этой финансовой организацией, сумма может быть увеличена и до 10 тысяч рублей. Продолжение следует...